Восточная Сибирь. Якутия. В 1982 году местные ученые обнаружили здесь странные камни с отчетливыми следами примитивной ручной обработки. Это были орудия труда наших далеких предков. Но настоящей сенсацией стали результаты экспертизы. Оказалось, что возраст находок может быть около 3 миллионов лет. Получалось, что в Якутии мог жить самый древний человек на планете. До этого момента прародиной человечества считалась Африка. Именно тут были найдены останки самого-самого древнего человека на Земле, жившего 2 миллиона лет назад. По черепу ученые восстановили его внешность. Был он обезьяной-обезьяной, но уже ходил на двух ногах. И умел делать из камней простые, но очень полезные для него орудия труда. И вот похожие предметы теперь найдены в Якутии, в местечке Деринг-Юрях. Головы некоторых ученых, как говорится, пошли кругом. Особенно от предполагаемого возраста находок. Традиционные представления о зарождении и развитии цивилизации оказались под сомнением. Находки, сделанные на Деринг-Юряхе, буквально перевернули общепринятые представления о возникновении цивилизации на Земле. Оказывается, она могла зародиться здесь, в Якутии. Но пока это только теория. Чтобы подтвердить ее или опровергнуть, мы отправляемся на Деринг-Юрях. Как возник человек? Когда это произошло и где? Есть несколько версий его божественного происхождения. Возможно, мы потомки переселенцев из космоса. Чарльз Дарвин предложил теорию эволюции, которая с некоторыми поправками признается большинством ученых до сих пор. Когда понадобилось, наш доисторический предок встал на задние лапы, создал примитивное орудие труда, ну а дальше пошло-поехало. Впервые мысль о том, что человек произошел от обезьяны, высказал Чарльз Дарвин. А останки первобытного человека он советовал искать в Африке. В Африке, по мнению Дарвина, были идеальные климатические условия для появления перволюдей. В результате здесь они и были найдены. В 1959 году английскими археологами Мэри Николь и Луисом Лики ими были обнаружены череп древнего человека и обработанные его лапами или руками камни, орудия труда. А экспертиза установила, что возраст останков приближается к 2 миллионам лет. Кроме этого, конечно, в Южной и Восточной Африке найдены десятки стоянок, возраст которых миллион и 2 миллиона лет. Итак, Африка стала считаться прародиной человечества. И вдруг на этот ее статус-кво посигнула Восточная Сибирь. Споры вокруг якутских находок разделили научный мир на два лагеря. Возраст, по всем данным, комплексным, должен был находиться вот тоже так в промежутке 2,5-1,6 миллиона лет. Может быть, даже 3,2 нижняя граница. Возраст, конечно, абсолютно не такой древний. То есть нет никаких оснований, чтобы проповедовать и отстаивать эту точку зрения. Ученых, которые не верят в то, что якутскому прачеловеку может быть 2 миллиона лет, смущает еще вот что. Мол, с Африкой все ясно, там тепло, и пища растет на деревьях. Живи, не хочу. Но идея, что первобытный человек смог появиться и выжить в экстремальных условиях Севера, кажется многим нелепой. Отсюда мы сделали вывод. Надо продолжать искать останки. Если бы мы нашли кости человека, который обрабатывал эти камни, дальше уже ничего доказывать не надо. Мы очень хотим помочь ученым. И если мы найдем останки древних, мы найдем истину. А пока вопросов больше, чем ответов. Действительно ли якутские камни обработаны человеком? И точно ли их возраст 2 миллиона лет? А вдруг это мистификация? Тем более, что подобные случаи в мировой истории известны. Самая известная мистификация принадлежит писателю Конан Дойлю. К черепу современного человека он приладил челюсть обезьяны и закопал его на месте раскопа, которую вел один оскорбивший его археолог. И тот попался на удочку. Найденный им череп Питтлдаунского человека стал научной сенсацией. Правда раскрылась только после смерти Конан Дойлю. А вдруг и над якутскими учеными тоже кто-то подшутил? Либо они сами в погоне за сенсацией обработали обычные камни по древним технологиям и закопали их на стоянке Деринг-Юрях. А теперь выдают за орудие труда первобытного человека. Версия издевательская, но мы ее не исключаем. И не только мы. Деринг-Юрях с древностью 2,5-3 миллиона. Это чистая фальсификация и стремление к сенсации. Нам, оппонентам, и возражать нечего, потому что они говорят, этого не может быть. Стремление к сенсации может быть и присутствует, но то, что подлога физически не могло быть, мы убедились, пока добирались до цели. Во-первых, попасть на Деринг-Юрях не так-то легко. Сделать это можно только на вертолете или на катере. Плыть от Якутска часов в 10. И то, если местные духи не будут против. У нас, например, ни с того, ни с сего сломался мотор. И это несмотря на то, что мы специально останавливались у священного дерева и просили у местных духов легкой дороги. Теперь, видимо, удачи не будет. Хотя, чем черт не шутит. До стоянки мы добрались лишь на следующий день. Холм как холм, каких много по берегам Лены. Чем же он привлек внимание древних? Ответ на этот вопрос мы нашли в отчетах геологов, которые исследовали окрестности. Оказалось, что миллионы лет назад это был вовсе не холм, а песчаная отмель, на которую течением выносила речную гальку. Видимо, среди древних прошел слух, что из нее удобно делать разные полезные предметы. Народ и потянулся. За прогрессом. За миллионы лет ландшафт изменился. Уровень реки опустился, а берег напротив поднялся и превратился в холм. Его максимальная высота 130 метров. А первые находки были сделаны недалеко от вершины. Вот это и есть Деринг-Юрях. Место, где, возможно, были найдены самые древние артефакты в истории человечества. Говорят, что значительная их часть до сих пор находится в земле. Так что, возможно, что-то достанется и на нашу долю. Холм оказался совершенно необъятным. И в каком именно месте копать, нам, дилетантам, было абсолютно непонятно. Но с нами приехал археолог Наталья Антипина. Она работала в той самой первой экспедиции на Деринг-Юряхе, когда здесь нашли обработанные камни. А если попытаться нам что-то обнаружить, где лучше эту попытку предпринять? Дальше, если на высотах 125-130 метров, еще вполне можно работать. На указанной высоте мы обнаружили такие вот песчаные рвы. Оказалось, что за 15 лет раскопок тут было найдено несколько тысяч древних орудий труда. Это была еще одна причина, которая делала возможную мистификацию нереальной. Пару десятков камней шутки ради закопать, конечно, можно. Но такое количество, да еще по всей территории холма. Это было бы за гранью. Итак, версия о мистификации отпала сама собой. Анатолия Васильевна, а это вот... Нет? А нет, да. Нет? Нет. Очень такой характерный звук лопаты. Вот теперь вот этот классический чоппер мини. А чем он отличается от моей находки? Ну, здесь вот видно сразу следы сколов, где его лезвие отобрабатывали. Вот, вот, вот. Вот именно, вот это скола, да? Да. Находка нас вдохновила. Местные духи явно перестали чинить препятствия. Захотелось тут же закатать рукава и схватить лопаты. В этот момент мы были похожи на гонщик, взявших след. Но все-таки решили не суетиться, а просто постарались представить себя на месте наших предков. И таким образом, как бы, вошли с ними в контакт. Камней на берегу валялось в изобилии, и мы сами попробовали их обработать. Так как древние. Технология очень проста. Берем камень и раскалываем его таким образом, чтобы остался острый угол лезвия. К вечеру мы делали это вполне профессионально. Впору было открывать школу первобытного мастерства. Место, по которому древний человек бил другим камнем, называется скол. Отходы производства от щепы. А полученное орудие это чоппер. Это такое универсальное орудие, которое и рубило, и убивало, и резало, и выковыривало не нужную там всякие ямки, и шкуру обрабатывало. Все это делал этот камень. Кроме мелких камней, на деревне уряхи нашли такие вот валуны. Скорее всего, древние люди использовали их как наковальни. поскольку таких валунов здесь очень много, получается, что это была целая мастерская под открытым небом. Уже теперь никто не сомневается в том, что это изделие рук человека. Никто не сомневается в том, что это по технологии вот африканскому Молдувану соответствует. Никто не сомневается. Сомневаются все в возрасте. Точный возраст этих камней установить довольно сложно. Называется цифра от полутора до трех миллионов лет. Некоторые ученые вообще отказываются верить в столь древнее происхождение найденных здесь артефактов. Высказывалось даже мнение, что это искусные подделки. То, что это орудие, это без сомнения. Вопрос о их древности. О возрасте якутских находок ученые спорят уже два десятилетия и пока без особых результатов. Внешнее сходство между африканскими и якутскими камнями несомненно есть. Но в такой запутанной и противоречивой области, как историческая наука, это еще ни о чем не говорит. Например, в долине реки Фрезер в Британской Колумбии в Америке точно такие же галечные орудия имеют возраст 9-10 тысяч лет. Там целая серия стоян. Но с чем связано внешнее сходство столь различных по возрасту находок? Разница в миллионы лет а технология одна на всех. Неужели за такое долгое время человек ничему не научился и продолжал создавать лишь самые примитивные орудия труда? Когда мы в Якутии найдем останки наших первобытных предков, мы постараемся ответить и на этот вопрос. А пока на поверхности лежит такой ответ. Зачем менять шило на мыло? Например, древние китайцы использовали чопперы вплоть до новейших времен. По той простой причине, что ими было удобно рубить бамбук. Догадок и предположений о возрасте якутских находок может быть сколько угодно. Но все-таки кроме гадания существуют и более точные способы датировки. Например, радиотермолюминесцентный анализ. В нашей стране его проводят только в одной очень серьезной лаборатории в Москве. Сюда и были отправлены камни из Якутии. Оказывается, никакой камень сам по себе не содержит информации, например, о времени, когда он из серой береговой гальки превратился в крутой чоппер, в предмет первой необходимости. Возраст минерала может быть, например, миллиард лет, а возраст изготовления к этому отношения не имеет. Как выяснилось, сами древности специалистов не интересуют. Своему хитрому анализу они подвергают те слои почвы, в которых находки были обнаружены. Чтобы определить возраст наших камней, ученые попросили прислать им пробы земли, взятые на деринке Юряхе. Вот из нее вымывают кварц, вытаскивают. Сами видите, это такое вид, что там кварца-то и нет, не видать. И получают, это вот в идеале, такой вот белый кварц, который затем используют для датировки. Мы спускаемся в святая святых лаборатории, в хранилище. Здесь, за толстыми дверцами сейфов, хранятся радиоактивные вещества. Вот этот сейф имеет стенку весом 500 килограмм. Но я ее легко двигаю. Видите? Толстая. Можете показать. Толстая. Там находятся контейнеры с радиоактивными изотопами. Дозиметр. Вот он пикает. Я смотрю. Вот уже напикало 3 миллирентгена. Такому же облучению, пусть и в меньших количествах, ежесекундно подвергается все живое и неживое, что есть на нашей планете. В том числе и кварц. Но он отличается от других минералов. Тем, что под воздействием излучения приобретает специфический фиолетовый окрас. Вот если я его нагрею до 400 градусов, вот это все, он обеспечивается. Если я его опять облучаю, он опять окрашивается. Кварц таким образом входит в контакт с древними породами и определяет их возраст. Чем сильнее окрашивается кварц, тем старше возраст почвы. Анализ земли из Якутии нас обнадежил. Даже с учетом погрешностей возраст породы оказался около двух миллионов лет. А значит, и возраст предметов в ней найденных был такой же. На радостях захотелось срочно вернуться на Деринк-юрях, срыть его до основания, но докопаться до останков древнего человека. Наш пыл охладили ученые. Возраст в два миллиона лет для якутских находок был реален только в одном случае. Если за все это время древние породы были как бы законсервированы, не подвергались воздействию внешней среды. Доказать, что это неизменно, практически невозможно. Мы можем только принять, сказать, что это неизменно. К тому же выяснилось, мы далеко не первые, кто исследовал пробы Земли, взятые на Деринк-юряхе. В научной литературе, посвященной данному вопросу, мы обнаружили ссылки на опыты, проведенные американским археологом Майклом Уотерсом. Пробы Земли, взятые на якутской стоянке, он исследовал с помощью уже упомянутого метода и получил совсем другие цифры. 260 тысяч лет. Информация о возрасте находок оказалась противоречивой. Разброс почти в полтора миллиона лет. Вопрос остался открытым. Поэтому желание найти останки древнего человека только усилилось. Появилась и версия, где именно нужно искать. При более тщательном осмотре стоянки на Деринк-юряхе на одном из склонов холма мы обнаружили вот эту странную колею, которая привела нас к каменистому гроту. Интересно, а что там внутри? Здесь геофизики приборами обнаружили эту полость, вроде как пещеру, и наши ребята рабочие стали копать вот оттуда траншею. Но потом оставили это дело, так как возникла угроза обвала, им запретили дальше продолжать. То есть вполне возможно, что там жили люди? Ну, хотелось бы предполагать. Вот поэтому хотели обнаружить кости человека, вроде искали, поэтому копали там. Естественно, мы решили продолжить дело предшественников. Однако археологи это горячее наше желание остудили. По их мнению, зарываться глубоко в землю в поисках костных останков здесь, на деревне Юряхе, бессмысленно. И вот почему. На первый взгляд кажется, чем глубже копать, тем древнее геологические слои. Однако иногда это не так. Мы уже отмечали, что Лена с течением времени углублялась в землю, а берег напротив поднимался. Соответственно, самые древние слои тоже оказались наверху. И если бы в них находились человеческие останки, их бы уже давно обнаружили. Однако ни костей, ни каких-либо других органических останков на стоянке не найдено. Только орудия труда. Объяснить этот парадокс можно одним. Древний человек пользовался стоянкой исключительно как мастерской. Опитался, жил и умирал совсем в других местах. Но каких? Если вспомнить про погодные условия Якутии, ответ напрашивается сам собой. В пещерах. Только там первобытный человек, пусть и покрытый шерстью, мог пережить суровые якутские зимы. К этой версии склоняются и многие ученые. Это летняя мастерская была. Он там не жил зимой. Это временные мастерские, стоянки. Он обрабатывал там орудия и уносил их к себе в район Ленских столбов. Почему не мог здесь жить человек, допустим, первобытный, ну скажем, 2 миллиона лет назад, если бы он имел какую-то бещеру, огонь возле бещеры и какое-то орудие в руке. Нам тоже кажется, что наличие крыши над головой и некоторые средства к существованию это серьезный стимул для жизни в этих краях, даже в наше время. Знаменитые Ленские столбы здесь совсем рядом. Неспешным ходом по воде мы добрались до них всего за час. Такие расстояния были вполне доступны и древнему человеку. На Деринке Юряхе древние люди только работали, а жили совсем в других местах, скорее всего в пещерах, которых здесь немало. В частности в районе Ленских столбов, которые мы и собираемся обследовать. Ленские столбы тянутся вдоль Лены на протяжении нескольких километров. Несмотря на относительно небольшую высоту, для альпинистов здесь довольно опасно. В основе столбов не монолитные скалы, а известняк, слоистые породы. Поэтому обвалы случаются регулярно. И штурмовать хрупкие скалы просто рискованно. Занимаются этим единицы. Остальные просто любуются красотами. Говорят, лет через сто от столбов вообще ничего не останется. А вместе с ними исчезнут следами обитания древних людей. В первый же день нам удалось проникнуть в один из гротов. Следы пребывания человека обнаружились сразу. Но это были следы наших современников, туристов-экстремалов. Продолжение следует... ...быть прародиной человечества. Стоит ли продолжать наши поиски? Или надо сказать хватит и ни с чем уехать? Ведь в Африке найдены десятки стоянок и множество останков человекообразных обезьян, австралопитеков, которые ходили на задних лапах и умели пользоваться чоперами. Пока в восточной, юго-восточной Азии не найдено австралопитековых. То есть нет предковых форм. А не было предковых форм, то, конечно, человек на эту территорию должен был прийти извне. Пришел он, конечно, из Африки. Но если взять найденные самые древние стоянки планеты и расположить их по возрасту в порядке убывания, то вот что получится. Африканские стоянки самые древние. Им около двух миллионов лет. Азиатские на пятьсот тысяч лет младше. В Европе потомки древних людей появились примерно миллион лет назад, а на юге России на двести тысяч лет позднее. Таким образом выстраивается логическая цепочка заселения Земли, подтвержденная конкретными датами. И Якутия в эту цепочку никак не вписывается. Получается, что Якутия шла своим особым путем. Тем более, что находки, сделанные на других стоянках в этих краях, вроде бы подтверждают эту версию. вы наверное где-то нибудь в интернете какой-нибудь там много глупостей всяких печатают и о нас в том числе и кое-что я знаю. Там, например, публикуют, что мы у нас 20 тысяч лет тому назад были находки и вдруг мы в миллионы залезли, а в промежутках ничего не было. Публикуют, видели? Видели. Так вот, это полная ерунда. Дело не только в Деринкаряхе. На 700-километровом участке Лены, отрезке Лены от Алекминска-Донанцев находят, нашли и находят такие же точно камни. Каменным орудиям найдены в предгорьях Вилюя от 150 тысяч до полутора миллионов лет, а тем, что были обнаружены около села Намцы от 30 до 150 тысяч. Таким образом выстраивается альтернативная цепочка, в которой представлены все этапы развития. Почему такая умная игра, такая красивая природа, только одна линия вышла в человека, а все остальные остались тупиковыми. Попыток было много, почему не могло быть несколько удач? Одной из тупиковых ветвей развития человечества был неандерталец, названный так по месту первой находки на реке Неандерталь в Германии. Неандертальцы жили примерно 150-40 тысяч лет назад и заселяли не только территорию современной Европы и России, но также и Африку. Однако потом они вымерли, не сумели приспособиться к изменению климата, а частично и растворились в других пыльнях. Но версии, что якутская ветвь не была тупиковой, не хватает доказательств в виде костных останков, а некоторые генетики считают, что если бы человечество зародилось и развивалось сразу в двух местах, то оно не было бы единым и состояло из двух несовместимых видов. Это значит, что могли быть браки, но не было потомства. Это разные биологические виды, которые практически не могут смешиваться, невозможна была бы метисация. Вот это самое главное. А где человек, который это делал? Ну, нет. Его действительно мы пока не нашли, но это же не значит, что его нет. И мы так считаем и продолжаем искать. Упорство наших поисков объясняется просто. Наши симпатии на стороне якутских ученых. А что если мы хотим найти останки древнего человека? Некоторые из пещер уже сейчас запечатаны обвалами и многометровыми ледяными пробками. Либо располагаются на таких скалах, куда трудно добраться даже хорошим профессионалам. Но это сейчас. Два миллиона лет назад недоступные пещеры находились гораздо ниже, почти у кромки воды. Вполне комфортное жилье для первобытного человека с удобным входом. Древний человек, скорее всего, точно так же сидел в этой пещере. Возможно, обжаривая мясо у костра. Но даже если бы огонь был ему недоступен, в пещере на глубине он бы не замерз. в толще земли температура круглый год достаточно стабильна 10-11 градусов. Однако открытым остается вопрос, как в принципе древний человек выживал в экстремальных условиях севера. Большую часть времени года на территории Якутии холодно. А два миллиона лет назад местный климат был еще более суровым. Такой вывод сделали ученые, изучив вкрапление вечной мерзлоты на берегах Лены. Если сейчас в Якутии минус 10,2 градуса среднегодовая, ну, в районе Якутска, например, ну, Деринк тут рядом же, 140 километров всего, то тогда было среднегодовая минус 14. Вы представляете, это катаклизм какой. И примитивный человек ну, просто не мог существовать в таких условиях. Многие ученые с этим не согласны. Более того, они считают, что именно суровый климат и стал толчком для запуска эволюционного механизма, стимулом для развития человека. Холод, он побуждает нас одеваться, а человек стал человеком, потому что оделся, между прочим, да? Холод побуждает нас добывать огонь каким-то образом, а человек стал человеком, потому что он начал пользоваться огнем. Наконец, холод заставляет нас бороться за жизнь, а человек стал, человеком именно потому, что он стал бороться за жизнь, он стал делать орудия, и этими орудиями что-то там творить, да? В Африке необходимости у него не было. Только резкая смена природной обстановки заставляет организм изменять свое поведение и прочее, то есть может новый вид появиться. Эта версия показалась нам любопытной, она многое объясняет. В отличие от Якутии, климатические условия в Африке всегда были комфортными. И обезьянам просто незачем было слезать с дерева и искать альтернативную пищу. Не было у них стимула к работе над собой. Зачем? И так все прекрасно. Тем не менее, человек в Африке появился. Согласно законам, новый вид может сформироваться только на границе ареала. Ученые называют это синдромом гадкого утенка. Какие-то сородичи обезьян были менее благополучны и оказались вытеснены на границу ареала обитания, где, допустим, постоянные перебои с бананами и кокосами. Тут-то и пришлось спускаться на землю, распрямляться в полный рост и приступать к производству чопперов. Но в Африке условия были комфортны и для обезьян, и для человека. Вот и дотянули оба вида до наших времен. А по закону биологическому два родственных вида в одной территории с одной пищей долго же не выживают. Один другого все равно либо съест, либо убьет. А там они и сейчас живут, человекообразные обезьяны. А что происходило в Сибири? Недавно возле озера Байкал был найден скелет доисторической обезьяны. Вряд ли сюда забрела какая-нибудь одинокая обезьяна-неформалка из Африки? Мол, надоели бананы, захотелось кедровых орешков. Значит, была местная популяция, которая или вымерла, или была истреблена. И граница обитания этих обезьян проходила как раз через Деринк-Юрях. А на границе ареала, как мы помним, и может образоваться новый биологический вид. Именно здесь, в районе Деринк-Юряха, ледники останавливали свое движение, сталкиваясь с теплым климатом. А значит, эти места были идеальными для превращения обезьяны в человека. В долинах была сочная растительность, великолепный животный мир здесь обитал. И там, где были животные, был и человек, как один из представителей этого мира. Но если в отдельных уголках экстремально холодной Якутии действительно сложились такие великолепные условия, и если Деринк-Юрях фактически был этакой землей Санникова посреди буйства холода и мороза, почему тогда здесь не найдены останки древнего человека? Подходы к пещерам становятся все сложнее. Сейчас мы начинаем исследовать гроты в расщелинах, куда без специального снаряжения не добраться. К тому же нет никаких гарантий, что слоистые породы выдержат наш вес. Поэтому перед таким серьезным делом мы снова стараемся заручиться поддержкой местных богов. Этот обряд очищает от злых помыслов и раскрывает потаенные возможности. очищение очищение и в буквальном смысле хотите верьте хотите нет но сразу по завершении обряда солнце накрыло тучами а со стороны реки подул ураганный ветер но минут через десять небо снова очистилась и над ленскими столбами встала двойная радуга добрый знак значит в горы идти можно и может быть мы найдем наконец то что ищем решительности нам добавляло и то что в мировой науке уже делались открытия предсказанные заранее в том числе и в археологии например в конце позапрошлого столетия немецкий биолог эрнс геккель предсказал пятикантропы и в 1891 году голландец ажен дюбуа действительно его обнаружил на острове ява впрочем научная общественность признала находку только четверть века спустя сейчас эта история повторяется с якутскими учеными несмотря на опасения нам все-таки удалось спуститься на дно ущелья интересно куда же ведет этот раскол и какова может быть его глубина в какой-то момент нам показалось что эти вопросы так и останутся без ответа тесный проход постепенно превратился в узкую щель и нам пришлось буквально протискиваться через скальные породы однако разочарование оказалось преждевременным если есть сажа значит должны быть и следы костровища интересно кто же сжег здесь огонь вряд ли современный человек а может быть мы вообще первые кто исследовал эту пещеру вообще вот этот камень похож посмотри какой-то следы обработки идентифицировать камни самостоятельно нам конечно сложно и все же внешний вид нескольких найденных камней наводит на определенные подозрения вот этот тоже вот здесь явные следы шкулов вообще очень похоже на те камни которые мы нашли на деревне как нам позже сказали специалисты по технологии обработки камни действительно похожи на те что найдены на деревне кверяхи и косвенно это доказывает наличие человека но только косвенно мы продолжали искать прямые доказательства то есть костные останки кто-то в шутку даже предположил что кости были но их растащили туристы но мы продолжали искать но однажды забравшись в очередную пещеру и не вынуждены прекратить поиски и вернуться в лагерь до самых труднодоступных пещер мы не добрались по словам ученых они запечатаны льдом для того чтобы их распечатать нужны неделя работы и специальная техника но когда это будет сделано возможно в очередной раз будут перевернуты наши представления возникновение и развитие человечества на земле мы уезжаем но планируем снова вернуться на ленские столбы в республику саха якутию на поиски следов первобытного человека это будет уже хорошо подготовленная экспедиция совсем необходимым для серьезных раскопок и тогда не исключено будут пересмотрены современные взгляды на происхождение и развитие цивилизации на планете как говорят сами археологи из того что таит земля раскопано ничтожно мало не больше одного процента все остальное пока тайна